Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Сегодня говорим о прекрасном, о танцах, о хореографии, о том, кто учит этому и о том, кто уже научился, добивается определенных успехов. И у нас в гостях директор детской хореографической школы городского округа Люберцы Татьяна Ивановна Тропина. И в первой части нашей программы, сегодня у нас много будет гостей, Диана Миронова, выпускница школы, но которая, даже будучи уже выпущенной из этого замечательного заведения, пришла сюда, чтобы рассказать нам о том, откуда все эти дипломы, эти замечательные кубки и награды с медалями. Здравствуйте! Здравствуйте! Если позволите. Татьяна, мы же с вами встречались еще до пандемийный период. Я у всех спрашиваю, как пережили-то. Я имею в виду не с точки зрения здоровья, слава богу, вижу, что все живут, а с точки зрения творчества. Тем более, что мы помним во время пандемии эти танцевальные уроки онлайн, что там кто-то у себя на ковре, что-то там разминается. Так и было? Да, так и было. У кого-то было место дома на даче, так, значит, брались за какую-то... У некоторых даже и зеркала есть дома. В хореографии родители, если занимаются дети, они обустраивают. А большинство-то нет. Вот на кухне в промежутке между столом и другим столом, и Батман Тайдю, и ЖТ, а Гран-Батман вообще только вперед или назад, а в сторону уже... Это еще в зависимости у кого какая квартирка. Да, так вот, о чем и речь. Или в коридоре тоже. Коридорчики-то маленькие, поэтому... Потому что помните, был период, когда и на улицу нельзя было выходить, только для себя в доме? Да, ну так вот, на улицу выходили только те, у кого дача своя, и только свой двор. Они, вот некоторые мальчики у нас в Арсановиче, они присылали нам свои, так сказать, видеоуроки и на улице, на веранде... Ну там можно и колесо крутить, да, хорошо. Да, да, они, да, и туры, и колесо, и, в общем, все, мальчишки. Ну пережили, пережили, пережили. Пережили, слава богу, да. Но единственное, что только у нас выпуск тогда очень сильно пострадал, но дети были готовы, и делали мы выпускные экзамены тоже онлайн, они завали. Но потом выпуск мы сделали в сентябре. Как положено. Да, как положено, ребят, выпустили, они довольны. А вот сейчас вопрос к Диане такой, может быть, нестандартным. Диана, а ведь во время пандемии-то там же, опять же, кухня рядом, вот, а для танцора-то или для танцовщицы, да, это же как бы тяжело, все время эти запахи. Как вам удалось сохранить такую шикарную фигуру? Режим питания, все равно дисциплина, школа очень организовывает. Никто же не следит, особо выключил этот онлайн, пошла и сосиски. Да главное, это мое желание себя организовать, себя дисциплинировать, ну и во многом заслуга учителей. А вы почему пришли? Вас привели родители? Нет, конечно, по собственному желанию. Я в детстве очень хотела танцевать, и родители поддержали мое начинание такое. Вот, а танцевать что? Вот мы выясняли в прошлый раз, когда встречались, я напомню, что это наша такая вторая уже встреча, я воспринимаю школу хореографическую как, ну, азы, да, чего-то, а потом человек уже, если действительно даже профессионально идёт, он сам для себя выбирает, что он хочет. И мы выяснили, что можно танцевать всё, от народного танца до рок-н-ролла или до самых последних каких-то там... Модных течений. Да, всякие танцы тела и так далее. Очень, конечно, это интересная история, и у нас спектакли есть целые, танцевальные, без слов, только с музыкой. Вот вам какой ближе жанр был? Почему вы пошли? Народный танец. Народный. Да, это наследие русское. Это вот... Да. Да, 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 вот это вот, понятно. Ну, русская душа. Ну, вот вы выпускница, вы сейчас уже чувствуете, что вы получили всего, что вы хотели? Да, даже больше. Вот скромно. Вот прям скромно. Одним предложением всё говори. Татьяна, вот у нас сейчас период такой, да, заканчивается лето. Это фактически для детей и родителей, которые активно занимаются не только школьными приготовлениями. Ну, и приготовлениями, как всевозможным неклассному обучению, вот дополнительному образованию. Они сейчас тоже готовятся куда-то пойти и так далее. У вас как происходит запись? Вот кто-то сейчас нас увидит и захочет, боже мой, какая красивая, я тоже хочу быть такой, или я хочу, чтобы моя дочь была такой. Куда-то можно привезти к вам ребёнка? Да, конечно. Но запись теперь же онлайн на МОСРЭК. МОСРЭК, там надо найти кружки и секции, надо найти нашу хореографическую школу, муниципальное учреждение, дополнительное образование, длинное, конечно, куда денешься. Ну, то есть дверь не закрыта? Нет, вот 20-го числа открывается запись ещё раз. Мы в июне набирали, там 15 дней было всего. И сейчас будет у нас тоже набор с 20-го открыт. Вот надо онлайн подать заявку. Самое главное, конечно, это надо сделать или как взять справку от врача, что ребёнку не противопоказаны большие физические нагрузки. А они же у вас больше, чем на уроках физкультуры, правильно? Конечно, о чём выречь? Особенно уж со старших классов. Она подсклонничала, ей больше нравится народный танец, но она классик очень хороший. Она солист классического танца. А что такое классический танец? Балет. Балет? Да. Ой, люблю балет. Да. Конечно, никто не поверит, но я правда люблю. И мало кто, наверное, знает, что балет всегда дороже, чем опера. В любом театре всё равно балет дороже, чем опера. Хотя какой голос, какие декорации. А почему? Потому что это не только красиво, это не только волшебная музыка, это не только хореография и режиссёрская работа, а это ещё физическая подготовка. То есть вы на пуантах всё вот это. Причём сольная партия, вот она скромничает. Кстати, такой маленький раз профессиональный вопрос. Ну, когда вы с партнёром же, да, там, крутят же балерину, нет вот страха, что как-то не так не ухватит или не поймает? На самом деле нет. Очень доверительное отношение с партнёром всегда. Ну, и прорабатывается это всё. Партнёр должен быть сильный. Да. Ну, и девочка должна поддерживать свою форму физическую, конечно. Понятно. Ну, а вы планируете дальше пойти по этому направлению? Нет, я решила связать свою жизнь с наукой, но это не значит, что я не буду развиваться в сфере искусств. Ну, я вам должен открыть маленький секрет, что моя мама до моего рождения занималась балетом. Какая красота. Потом тоже ушла в науку, так что ничего страшного нет. Но с другой стороны, Татьяна, я понимаю, что кто-то всё-таки из ваших выпускников идёт, да, по стопам? Ну, идут, идут, и очень довольно-таки много. Вот в прошлом году 10 человек поступило, 10 человек выпускались, 22. А 10 человек из них поступили. Ну, там единственное только что, что поступает и в институт, и в среднее образование. Ну, почему? Потому что если они в школе закончили только 9 классов, их же в институт никто не примет. А если они уже 11 закончили, значит, идут в институт. У нас в Институте культуры московском учатся ребятишки, и в училище вообще поступили. То есть многие, кто-то сам пришёл, да, как Диана, кого-то, может быть, родители привели. Никто, может быть, и не думал, что это может стать профессией. Либо с точки зрения профессии, как человека, который занимается хореографией на сцене, то есть артиста и спортсмена одновременно, либо с точки зрения хореографа. Сейчас мы видим по всевозможным проектам, что это тоже такая звёздная работа, да, если правильно подойти. То есть вы выпускаете звёзд. Мы выпускаем звёзд. И вот доказательства. Посмотрите, мы же не просто так поставили эти замечательные кубки здесь, и дипломы, вот у меня тут, это только последний, свежий, ещё запах краски. Вот мы выяснили, ну, все дипломы очень важны. Вот такой есть диплом. Говорят в первой степени межрегионального конкурса творческих коллективов и солистов в Троицкие обереги 2022. Вот такой вот есть диплом. А почему он вам так дорог? Ну, потому что это всероссийский конкурс, и туда отбирали только... Там было условие, только по три пары. Больше нельзя. А танец массовый, он есть массовый, его надо вот сделать так, чтобы эти три пары смотрелись. Как будто тридцать. Да, как будто тридцать именно. И потом там именно фольклор, именно народный танец, что наши дети, вот она не зря Диана, хоть она и в классике очень сильная, и в степи, и в эстрадном, там её куда хочешь поставить, она везде станцует. Но народный танец, он всё-таки, мы их воспитываем так, чтобы ближе к народу, ближе к земле. И поэтому вот этот фестиваль-конкурс, он как бы нам очень дорог, мы впервые в нём участвовали. И сейчас идёт заключительный концерт. То есть сейчас мы в конце августа едем в Подольск на заключительный концерт именно после Троицких оберегов. И они будут продолжаться, эти концертные программы. Поэтому он нам очень дорог. Диана, вот смотрите, хореография, народная хореография, она же существует очень давно. Вот я сейчас с позиции даже не обывателя, вообще дилетанта, да? Ну, что-то можно сделать лучше, потому что всё это уже известно. А страна богата профессиональными кадрами педагогическими. Ну что, у кого-то нога лучше как-то, я не знаю, там, получается присесть лучше, прыгнуть лучше, растяжка лучше. Какие критерии оценок именно народных танцев? Ты должен сам этого очень желать, хотеть душой танцевать, сердцем, эмоции очень важны. То есть представлять нужно, то есть жить в этом. Да, конечно. Не просто тех, технически-то можно, да? Технически всё можно. Это тренировки ежедневные. Главное, действительно, этого хотеть, танцевать душой. То есть если спортсмену главное всё-таки выполнить, почему, например, в фигурном катании или там в художественной гимнастике любят ещё вот этот вот артистизм, да? Это то, что у вас тоже на первом месте. 50 на 50 процентов. Танец – это же большее. У нас мало времени с вами, во второй части у нас будет другая пара, молодой педагог и тоже уже выпускник, и тоже будущий хореограф. Расскажите ещё нам о тех призах, которые здесь у нас находятся. У нас очень дорогой приз. Это медаль. Это дельфийские игры. Дельфийские игры. Мы участвовали в дельфийских играх трижды. Это было в 2010 году, потом в 2014 году. И вот в этом году тоже участвовали. Так, что ещё? В этом году мы получили бронзовые награды. Бронзовые призёры – это вот натуральная бронза. Поэтому мы очень гордимся тем, что мы участвовали, и что нас теперь знает вся страна и приглашает туда-туда. Ну, и тем более вам впереди ещё серебро и золото завоевывают. Ну да, конечно. Потом у нас очень, конечно… Ну вот у вас зелёный… Вот давайте я сейчас просто… Время, к сожалению, немного. То есть у нас к каждому диплому прилагаются кубки. Значит, ряд первой степени Московского областного конкурса классического танца «Пируэты подмосковья». Пируэты подмосковья, кстати, его, наверное, не… А, вот он! Вот, вот они, пируэты. Видите, какая красивая? Это вот… Такой малиновый оттенок пируэтов. Лауреат первой степени, номинации «Русский танец ансамбль», да ещё и смешанная группа. Дальше. Значит, Всероссийский фестиваль русского народного танца на приз имени Устиновой по всей России вводят хороводы. Диплом первой степени. Ну и… Это очень важный тоже. Да, и ещё, говорят, первой степени Всероссийского открытого конкурса современного танца «Красная гора». Ну, я прекрасно понимаю, что это всего лишь небольшая часть. Татьяна, во второй части будем говорить с молодыми, посмотрим, чего у них там, я имею в виду молодыми будущими, возможно, уже работающие преподаватели вашей школы и будущий хореограф. Диана, вам хочется пожелать, чтобы вы не забывали во время научной своей составляющей, что вполне можно, как в одном фильме говорили, что днём у станка вечером можно уже крутить динамо какой-нибудь. Да, да. Спасибо большое. А вам, Татьяна, вот с таким же хорошим настроением продолжать завоёвывать кубки, медали и только золотого отлива. Спасибо. Спасибо большое. Напомню, что это у нас только начало программы, во второй части у нас будут другие гости, ну а сейчас мы общались с директором детско-хореографической школы городского круглоберца Татьяна Ивановна Тропиной и Дианой Мироновой, выпускницей этой школы, будущей учёной и одновременно... Хореограф. Хореограф, да. Да и танцовщица. Это тоже нормальное слово. Можно и танцовщица. Почему бы и нет? Программа продолжится через несколько минут. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня мы говорим с выпускниками, участниками и профессорско-преподавательским, если хотите, составом, директором детско-хореографической школы городского круглоберца Татьяны Ивановны Тропиной, мы говорили в первом отделении нашей сегодняшней программы, была у нас Диана Миронова, а во второй части у нас, я так понимаю, выпускник Елисей Царёв, выпускник училища, и преподаватель, молодая преподаватель школы Елена Денисовна Шибаева, к тому же она тоже выпускница. Она тоже у нас была когда-то в гостях, она ещё... Место основной работы – это ансамбль «Берёзка». Правильно? Всё верно. Вот. Елена Денисовна, скажите, пожалуйста, вот времена-то у нас такие были, пандемийные и так далее. Как сейчас народ-то танцует, я имею в виду профессионалы? Восстанавливаются все танцевальные коллективы? Ну, восстанавливаемся. Во время пандемии мы, конечно, тоже сидели дома. На дачах, на кухнях. На кухнях мы занимались, работали. Было организовано рабочий график у нас. Держали себя в форме, старались быть на уровне артиста. Конечно. И, конечно, концертная деятельность, она... Была свёрнута на какое-то время? Да, к сожалению. Ну, не совсем свёрнута. Были ограничения, наполняемость залов. У людей с финансами не очень. Это же культурный поход. Это тоже понятно. Мы же не можем приза Берёзка, что один человек выходит. Это целый коллектив. Ну, более-менее сейчас всё восстановилось. И я так понимаю, что и у зрителей есть такое желание, да, хоть на какой-то концерт сходить. Когда ты приезжаешь на концерт какого-то знаменитого коллектива, так это вдвойне приятно. Но для того, чтобы стать участницей знаменитого коллектива, надо пройти определённую школу. Вы прошли эту школу здесь, в городском округе Люберцы. Сначала, да, мой творческий путь здесь, в школе начался. Кто-то поступает после 9 класса обычной школы в среднеспециальные учебные заведения, кто-то после 11 высшие учебные заведения. Но образование обязательно должно быть профильное, хореографическое. Сколько вы уже занимаетесь вообще танцем? Танцуете сколько? Ох, 23 год пошёл. 23 года человека танцуют. Счастливая судьба какая. Тут только по праздникам и то, если кто-то заставит. Теперь давайте подключим Елисея, потому что Елисей у нас, получается, вы же тоже уже выпускник? Да, я выпускник. То есть вы уже, с вами уже нужно серьёзно тоже разговаривать, да? То есть вы на хореограф теперь учитесь? Да, я пошёл в профессиональное училище и учусь там. К ЖЭЛе, да? Да. Я на второй курс перешёл. На второй курс. Вот у всех наверняка возникнет вопрос. Ну, училище, это же воспринимается как? Это занятие, там, математика, физика. Ну, в любом каком-то там более-менее, да? А у вас творческое училище. Вы там что, с утра до вечера пляшете? Да? Да, у нас народно-сценический танец идёт полтора часа и классический танец полтора часа. И у нас там та же самая геометрия идёт не 45 минут, а вот тоже полтора часа. То есть пара. Ну, кстати, геометрия – это для вас очень важный предмет, потому что правильно выстраиваться в линии, там, тоже, наверное, нужно. В колонку можете встать без геометрии. Ага. А скажите, классический танец – это что? Это основа. Ну, то есть… Это основа всего. Это вот все эти… Да, позиции, позиции рук, корпуса. Ну, хорошо, и кем вы хотите быть? Вот по завершению училища вы же туда пошли или после училища ещё куда-то дальше пойдёте? Ну, после училища сначала в армию, а потом уже в институт и получать высшее образование. Да. На кого? Пока не решили ещё? Также на артиста. На артиста, понятно. Ну, у вас Елисей Царёв, я вот говорил до записи нашей программы, я говорил, что всё подходит для афиши. Елисей Царёв и ансамбль народного танца и так далее, и министерство и тому подобное. Елисей, ну, я понимаю, когда вот девочки, да, приходят или там мамы приводят, иногда, кстати, папы приводят, да, девочек и так далее. Хотят, не хотят – это уже другой вопрос. А вот с мальчиками, насколько я знаю, всегда проблема, потому что, ну, что бы там во дворе говорить и так далее. Вы как появились-то в школе? Мама отдала. Мама, то есть вы, в принципе, не знали, куда вас ведут? Ну, я помню, не один момент, когда мне мама привела, я закинул, меня просили закинуть ногу на станок, и меня в шпагат начали тянуть, мне было очень больно, я помню. Ага. Ну, потом уже время прошло, я уже выпускник. Но вы остались, и вам это понравилось, вы начали танцевать, вы почувствовали в себе вот эту вот… Ну, бывали моменты, когда хочется сдаться, но меня мама поддерживала, я учился дальше. Ну, насколько я понимаю, это же не только, ну, мы воспринимаем как зрители, ой, особенно когда вот эти вот начинаются пляски ноги на шпагат и так далее, когда все аплодируют и так далее, а для вас это же сумасшедший труд, это как бы не просто физкультура и спорт, это настоящие мастерские такие занятия? Как мастерские? Физподготовка должна быть такая хорошая. Ну, фактически мастер спорта, если вы гнете свое тело слева направо, справа налево, правильно понимаю? Ну, давайте так. Ну, вы можете здесь не стесняться. Ну, вот давайте мы, Елена Дисна, все-таки она преподаватель, немногие же понимают, что такое работа у станка. Вот сказал Елефей, полтора часа народного танца, ну, можно же, наверное, с ума сойти, вот это тянуть ногу, потом коллективная же есть, да, еще вот кто-то кому-то нравится больше, скажем так, кто-то кому-то меньше нравится, у кого-то ссора произошла. Такое же бывает? Ну, в детском коллективе, да и в любом коллективе какие-то стычки друг с другом, это нормально, это жизнь коллектива, значит, что он живет. Но на то и существуют преподаватели и руководители, чтобы вовремя увидеть конфликт между детьми и суметь его разрешить. Но вот вы говорите, кто-то больше кого-то любит, у преподавателя такого быть не может, и такого нет. Не-не, я говорил про участников, а преподаватель – это понятно, он должен знать четко и так далее, и правильно, наверное, расставить, потому что появляются какие-то лидеры, наверное, в коллективах, да? Ну, солисты так и формируются, солисты. Вот, кстати, Елисей, солист, я помню, когда-то, когда был даже меньше, чем вы, в хоре я пил, представляете? Трудно себе представить, но такое было. Я помню, что в хоре тоже есть хор, а есть солисты. И была какая-то история вот с этим. Я солистом не был сразу же, я потом стал хорошо сам петь, сам для себя. Вот. Как солистом-то становится? Что, какие-то особые должны быть данные? Я не знаю, как на это ответить. Ну, не только данные должны быть. Должно быть упорство, должно быть желание работать над собой, потому что хореография – это большой труд. Это когда ты через себя переступаешь, когда усталость накапливается, и какая-то мотивация должна быть. Зачем я вообще буду задирать ногу на станок и с утра до вечера проводить в танцевальном зале, если я этого не хочу? Нужна мотивация, это желание. Ну вот Елисей поскромничал. Вот смотрите, я сижу в зале, да, смотрю на ваше выступление. Ну, народная хореография, всё замечательно. Там обязательно присутствуют какие-то движения, которые, ну, мне кажется, более-менее, может, и я могу. Как, зритель? Ты и я так могу. А потом начинаются уже спецномера, да, когда вы же как-то их готовите, вот эти прыжки. Это же, как я себе это представляю? Ты находишься в каком-то зале, и ты пытаешься добиться этого. Как, например, футболист пытается пенальти пробить, да? Он пробивает 100 пенальти, чтобы, может быть, на 101-й раз почувствовать, а, вот что-то было... То есть он мучает себя этим, да? Вот вы тоже так тренируетесь? Да. Бывают какие-то вещи, которые даются легче, а которые так пока ещё и... Или всё уже далось? Есть, которые легче, есть, которые трудно даются. Ну, даются. Ну, вы сами с собой боретесь в этот момент? Или сами себе доказываете, что вот надо прыгнуть так? Надо. Да? А вам приятно, когда преподаватель говорит, ну, не ожидал, что... Ну, молодец. Такого ещё не было. Такого ещё не было, да. Ну, вот такие они, творческие преподаватели. По-моему, редко кто из творческих похвалит. Елена Весеновна, у меня такой ещё вопрос. Всё-таки возвращаемся к теме не только художественной, не только спортивной, но и некой психологической. Что танцы даёт ещё? Вот вам, ребятам, с точки зрения психологического состояния. Потому что, ну, опять же, обывателю кажется, ну, поучился в школе, ну, пошёл там, поплясал, ну, мы тоже можем плясать. Ну, получше у него получается. А на самом деле, вот исходя из всего сказанного, это же целый психологический такой рисунок. Действительно, это и уверенность в себе, что я могу, если я преодолеваю какие-то трудности, я могу, у меня получится. Это и эмоциональное развитие, безусловно, умение контролировать свои эмоции, давать те эмоции, которые нужны именно в этот момент. Это и воспитание, это нравственное воспитание, это патриотическое воспитание, любовь к родине, умение общаться. В хореографической школе у нас есть не только практические предметы, где мы учим детей танцевать, но и теоретические предметы, без которых невозможно хореографа представить. Это и история хореографического искусства, история изобразительного искусства, народное пение, мастерство актёра, режиссура, грим. Это всё изучают наши дети. То есть это очень большой комплекс развития. Тут мы с вами коллеги. Вот так как я актёрски закончил, я помню, что мы первый курс точку всё искали. В темноте, где угодно мы искали точку. Наверное, что-то подобное у вас происходит. Елисей, вот скажите мне, пожалуйста, вы приходите сегодня в компанию ваших молодых коллег, друзей или там, просто какой-то... Всё-таки у вас такой возраст, когда люди встречаются и так далее. Вот наступает момент, когда все начинают танцевать. Наверное, у вас внутри происходит такой дикий хохот, да, от того, что вы видите, как они двигаются и так далее. А вы где-нибудь показали уже своё, что как правильно вообще танцуют? Или это только вот в школе происходит? В компании вы можете дать жару? Ну, да. Ну, показали, да? Если надо, то да. То есть, ну, если нужно, например, перед девушкой, чтобы она увидела, что я вот такое могу... Нет, тогда не делаю. Тогда скромно сижу, да? Вы как профессиональный этот самый борец, да, который сидит до последнего. Идёт драка, всё справедливость, потом подошёл один раз, пумс, и всё, фильм закончился. Скажите, что вам Елисей танец даёт? Неслаждение. Ну, мне очень нравится, когда ты выходишь на сцену, а перед тобой целый зрительный зал. И ты танцуешь как бы для себя, но на тебя ещё другие смотрят и радуются. А вы чувствуете вот, что зрительный зал с вами на одной волне? Когда хлопают, да. Да, а если не хлопают? Всё равно чувствую. Да? А бывало такое, что какой-то, например, ну, тут уже немножко цирка, когда какой-то у вас не получился элемент, в цирке как? Идут на повтор, чтобы он всё-таки получился. Или такого не было? Было. Очень много раз. И не только у меня. И что, шёл на повтор? Нет. Нет? Ну, то есть, произвели... Танцору второго дубля нет. А, нет, всё надо первым дублем делать. Если не получилось, да, мы же не можем сказать зрителю, извините, мы сейчас повторим. Музыка идёт дальше, танец идёт дальше. Ну да, да, да. У нас нет права на ошибку, когда мы выходим на сцену. Ну, я думаю, что у вас есть способы, чтобы мы поняли, что-то не было. Елисей, последний к вам вопрос. Что вы хотите добиться? Вы стали... Потому что жизнь танцора, она всё-таки короткая, хотя мы знаем истории и сорокалетних, и пятидесятилетних, хорошо двигающихся, да, и мужчин, и женщин. Но я так понимаю, что прежде всего это какая-то хореографическая будет история, постановка, может быть, каких-то танцевальных произведений. Ну, я хочу ещё чего-то большего добиться. Научиться ещё новых элементов и пойти ещё куда-то выше танцевать. Хорошо. Елензин, что вы ждёте от всех выпускников? Я жду от наших выпускников, что они будут отзывчивые в жизни, они будут дружны, что они будут интеллигентны, что они будут достойными людьми и гордо нести звание хореограф и артист. Если бы я сейчас написал статью, я бы заглавил так «Жизнь, как танец». Спасибо вам большое. У нас в гостях во второй части программы были Елена Денисовна Шибаева, преподаватель, выпускница школы и участник ансамбля «Берёзка», знаменитого, легендарного. И будущий, я так понимаю, и преподаватель, и танцующий тренер, да, можно так сказать, Елисей Царёв, тоже выпускник, сейчас который проходит учёбу и планирует стать ещё более образованным в плане танцевальных практик. Спасибо вам за то, что пришли в программу. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова